Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Вот если бы мы с вами жили на широте Москвы, то ведущие этого праздничного концерта начали бы его такими словами. Здравствуйте, дорогие друзья, милые девушки, девочки и женщины. В очередной раз поступил март, а это значит, что весенние копель и первые весенние цветы. В нашем случае это все очень условно. Зима, весна. Зима нас совсем чуть-чуть в этом году побаловала, хотя снежок вы увидели. Правда? Но день, который нас сегодня собрал в этом зале, очень праздничный. Один, пожалуй, из самых любимых праздничных дней в нашей стране. Это первый весенний день. Уже давно мы забыли о политической подоплеке этого праздника. В эти первые теплые весенние дни мы поздравляем прекрасную половину человечества с прекрасным первым весенним праздником. А что принято дарить в празднике? Особенно весеннее. Все это и совершенно верно. И вот такой необычный букет из песен, танцев и стихотворений мы приготовили, уважаемые женщины, для вас в канун Международного Женского Дня, 8 марта. Мы очень волнуемся. Правда, ребята? Да! Но мы очень старались. Да! И покажем все свое мастерство и всю свою любовь вам, милые мамы. Концерт начинается. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ С вами Сна, как верим в рассказке. Копей, зверь и солнце дарит глазу. Сегодня мы вдохновенные поэты. Любимые, спасибо вам за это. Подруги, бабушки, тусины, тети, мамы. Ну, что вам все, кого зовем мы там? Взгляд, мы проштудировав вас из телесложения, мы попытаемся выразить стихами поздравления. Ведь прозой сегодня нельзя говорить. Бабыну стихи и подарки дарите. Вас поздравляем, вам слава, полет. В мартовском праздничном радостном днем. Милые женщины, праздник весны. Мы предлагаем продлить до зимы, чтобы ни один раз, ни день и ни два вам посвящать поздравления и слова. Письма вам слать и слать телеграмму, делать области и программы. Номер знакомых сто раз набирать, чтобы отчутываться стихами сказать. Бабушкам, сестрам, девчонкам и мамам всем, кому праздник весны посвящен. Рыцарям ваши, мужчины, программы шлют поздравления и низкий поклон. Яблоки для мамы на столе лежат. Ярко и румяна, щечками блестят, вечером вернется. Матушка домой тихо улыбнется, скажет, мой родной. Этот день, мамин день, лучший он в календаре. Этот день, мамин день, самый тонкий на земле. Этот день, мамин день, не покрасит солнцем свет. Этот день, мамин день, в него дороже нет. Жаль проходит северство, где оно сейчас. Только мамы в сердце все вови за нас. А ведь не как прежде манит и рожит, только не для мамы, в сердце малыши. Этот день, мамин день, лучший он в календаре. Этот день, мамин день, самый тонкий на земле. Этот день, мамин день, не погаснет солнцем свет. Этот день, мамин день, в него дороже нет. Жизнь, она сложна. Мама все прощает, мама лишь одна. И зовет от края, я звоню друзьям. Мама дорогая, здравствуй, это я. Этот день, мамин день, лучший он в календаре. Этот день, мамин день, самый звонкий на земле. Этот день, мамин день, не погаснет солнцем свет. Этот день, мамин день, в него дороже нет. Бог любитさん. Аплодисменты. Нет нет нет. Мы чудные, в Среднуре, Леди, в Дани, в Среднуре, в Семьеме. Не сочтите вы это за весть, любят джентльмены, мужчины. Дед, обещаю всех пострадать учебой, чтобы не приходилось огорчаться вам. Пусть во всех минут печали и тревоги, счастья и здоровья мы желаем вам. Это праздник послушания, поздравления и цветов, прилежания, обожания. Праздник самых лучших слов. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 диких мусковиков звучит как синяя борода. Умный и справедливый был король, но ему ужасно не везло с женой, точнее с женой, потому что их у него было несколько. Король был необъяснимым в лечении женщины по имени Марта. Появится вот так его жен и звали. Бывало как услышать, что где-то живет девушка по имени Марта, так сразу едет и женится. Дошло до того, что родители перестали давать это имя дочерям, потому что, да потому что, как я уже говорил, ему ужасно не везло с женами. Каждая новая жена ему быстро надоедала своим мытьем и придирком, и он, естественно, хотел себе новую. Бедный народ сочувствовал королю, особенно мужчин. Ну, а женщин тогда никто и не спрашивал. Так у короля сменилось семь жен. В окрежем деревнях так и говорили о каком-то событии. Это было на вторую Марту. В королевстве больше не осталось Марту, и король был вынужден отправиться на непредвиденное путешествие и снарядить экспедицию за новой женой. Так слугам короля пришлось взять дикий висад в Адварской Москве. И вот однажды увидели в поле хрупкую девушку, которая грациозно насела по полю сток сена. «Как тебя зовут, дитя?» спросил старший слуга короля. «Морфа!» вас ответила девушка, приняла сковырять землю туфелькой из бересты сорок пятого размера. Но, к сожалению, у старшего слуга был еще и глуховат. Послышалась ему долгожданная Марта. «Хватайте ее!» радостно встречал кот и сам первый бросился на нее. Несмотря на три сломанных брак, две сломанных ноги и одну взвернутую шею лошадинку, девушка была схвачена, заложен в мешок и везена от родного дома прямо на свадьбу. Король был очень рад, но у жене. Но она поплакала, поплакала, но и успокоилась, и стала отзываться на имя Марта. Но счастье не бывает бесконечным. Мы приближаемся к развязке нашего утиху. Чинтельная история. Однажды, слоняясь без дела по замку, загрустила наша Марта. Король, озабоченный печальным видом своей супруги, захотел узнать причину ее грусти. «Отстань, постылай!» ответила она ему и отмахнулась. И невзначай зашибла. Так королевство не стало короля, а стала королева Марта Первая. Или, как упорно ее называли в народе, Марта Восьмая. Или Восьмая Марта. А день, в котором народ освободился от гнета узурпаторского, стали праздновать как день победы женщин над мужчинами. И женщинам разрешалось пить мужей и веселиться. И этот праздник посвящается вам, наши дорогие женщины. И сейчас для вас прозвучит замечательная музыка. Я рисую на огне, мир почти такой, как наш. Я рисую на огне, оборени и фуашь. Раски яркие возьму, и закрашу серый цвет. Нарисую эту страну, где для слез причины нет. Где улыбки каждый день, где почти всегда весна, где у всех, у всех людей очень добрые глаза. Кто-то ищет целый век, где же счастье, вот оно. Какой добрый человек, посмотри в мое окно. Ты досмотри на моем огне, я рисую этот мир, где не злой, и горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где-то просто всегда царит, мир, который нужен мне. Я рисую новый мир, и моя не сомнит вид. Я рисую новый мир, эй, прохожий, обернись. Если что-то ты хотела, в этой жизни изменить. На рису в своем огне, где каким он должен быть. И я верю, что когда каждый день в бою возьмет, наши ховы доброта настоящими пойдем. И наступит долгий лет, где запихать лед в глаза, как отец твой добрый человек, это все в твоих руках. Ты посмотри на моем огне, я рисую этот мир, где не злой, и горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где-то просто всегда царит, мир, который уже нет. Ты посмотри на моем огне, я рисую этот мир, где не злой, горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где-то просто всегда царит, мир, который уже нет. Ты посмотри на моем огне, я рисую этот мир, где не злой, горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который уже нет. Мир, который уже нет. Мир, который уже нет. В этот день души словно отстанет от длинных молодого. И все мужчины стараются выразить лучшие половины человечества, свою любовь и признание. Чаще всего они дарят им цветы. Но дальше мимоз, роз и тюльпанов, мужская фантазия не заходит. И тут приходят на помощь сами женщины. Каким же образом? Выбор цветов зависит от профессии любимой. Хорошо. Допустим, ваша подруга-подниха. Для подниха рекомендую дарить бархатцин. А маникюша? Ногатки. Любопытно. Любопытно. А врачу окулисту? Анютина глазки. А дрессировщица? Ну, конечно, львины зел. Прошу прощения, митрельмены. А вам не кажется, что наши гости загрустили? Пора объявлять следующий номер. Дорогие женщины, примите поздравления. Солнышко всем нам, что мать пришел проказник и вместе с солнечным лучом чудесный мамин праздник. Это праздник послушания, поздравлений и цветов, прилежания, обожания праздницами лучших слов. Восьмое марта – день торжествия, день радости и красоты. На всей земле он дарит женщинам свои улыбки и цветы. Улыбки мы добрые ваши в огромный букет соберем. Для вас, наш любимый мамин, мы песни сегодня заболем. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо всем. Спасибо. 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 Я одной навстречу, я с радостью бегу Жить без твоих объятий минуты не могу От счастья я сияю, лишь рядышком с тобой Ты для меня как солнце, а я как лучший твой За жалости прощаешь, обиды не таешь За все переживая, ночами ты не спишь Свое тепло мне даришь и балуешь меня Моя ты золотая, любимая моя Мама, мне на тебя не нагреться Мама, мы чувствуем друг друга сердце Мама, ты все дороже И по-другому быть не можешь Мама, мне на тебя не нагреться Мама, мы чувствуем друг друга сердце Мама, ты все дороже И по-другому быть не можешь Нет никого мне ближе, нет никого родней Не отыскать красивых и не найти добрей От холода и ветра всегда укроешь ты С тобою мне не надо бояться темноты Ты знаешь все ответы на каждый мой вопрос Одна твоя улыбка и несколько от слез Титаны и секреты с тобою я делю Нет никого на свете, кого я так люблю Мама, мне на тебя не нагреться Мама, мы чувствуем друг друга сердце Мама, ты все дороже Мама, ты все дороже И по-другому быть не можешь Мама, мне на тебя не нагреться Мама, мы чувствуем друг друга сердце Мама, ты все дороже И по-другому быть не можешь И по-другому быть не можешь Давайте восклицать Мама, ты все дороже И по-другому быть не можешь Восхищаться Высокопарных слов Не надо опасаться Давайте говорить друг другу комплименты Ведь это все любви и счастливые моменты Давайте волевать и плакать окровенно, то вместе то попросить, а то подпеременно. Не надо придавать значения злословлю, поскольку всегда соседствует вовлю. Давайте понимать, кто думает с полуслова, что, поможившись раз, не обшиваться снова. Давайте жить во всём, по другому, по тарканям, тем более, что жив короткая тарканя. Господа, а кто по-вашему остроумный? Мужчины или женщины? Конечно, мужчины. Но тем, что они предлагают женщинам, женщины свелются всю жизнь. Представим, недавно одна моя знакомая, за которой, кстати, пыталась лукажем, задала мне такой вопрос. Что общего между женщиной и песней? Скровенно признаться, я не нашёл ответ до сих пор. Сэр, это не так трудно. У хороших песен и у женщин много общего. Во-первых, они одинаково красивы, а во-вторых, никогда не стареют. Вообще-то, проблема долголетия у женщин давно не жена. Они живут больше мужчин. И это касается не только детки, физически, на грудках, но и особого исчисления. Мужчины измеряются всё просто. Зрелость, юность, старость. А у женщин? А у женщин всё иначе. Детство, первая молодость, вторая молодость, третья молодость. Что там? Всё зависит? Всё. На какое она остановится? Так в чём же секрет молодости? В движении. И сейчас вы в этом убедите. Детство, первая молодость, вторая молодость. Детство, первая молодость. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здравствуйте! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Женский день, сказала мама Папа должен быть таким Мне такое непонятно Может взрослый кто поймет Разве папе неприятно Быть хорошим Круглый год Господа, а вы знаете Что истинный чутермет Должен оказаться без помощи мамы Да, но без помощи бабушек Не может обойтись даже истинный чутермет Я предлагаю Друзья Всех бабушек записать в наш клуб Настоящий милитый дрен Действительно, сколько имущества надо Чтобы подписать наши дневники И не сходить на родительское собрание Или загнать нас у них домой Или засадить нас за уроки А вот внуки Не всегда бывают на высоте Здрасте, Ани, Миха, Гармошка Эй, играй на я и варь Пой, чеслушки, папка, ёшка Поет, не ртоваривай В первый класс пошёл мой друг Тянет много он на ух Но тяжёлый свой рюкзак Не поднимет он никак Нужка принесла На танцы, чем я не ела Я не ела, не спала Нету губновения Нужка в школу мне принёс Турную задачу Три часа сижу на ней И тихонько плачу А у левки Ручки, золотые ручки Купили парк и целый год Всё платочек она свёрт Ходит долго мой внучок На компьютерных мужок Очень нам старается Целый день играется У-у-у-у-у Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Пришла минута расставания. Нам расставаться с вами жаль. Но мы не будем окончаться, когда покинем этот зал. Совсем не долго. И нам в школу. Ну, это и последний бал. Ну, а пока окончим шоу, мы говорим вам всех... ГУД ВАНИ! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот такой необычный танцевальный красивый поэтический бульфет приготовили наши дети вам, милые женщины. Еще раз вас с праздником. Ну, а с сегодняшним концертом лишь начинается череда праздничных мероприятий, которые продолжатся сегодня вечером. Плавное перетекут 6 марта, 7 марта и 8 марта. И не забудьте, пожалуйста, уважаемые товарищи родители, милые дети, что школа ждет вас в понедельник, 9 марта. Ну, а сейчас я хочу, чтобы еще раз мы поаплодировали и нашим талантливым жителям. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ